здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в 14 уроке мы продолжаем с вами разбирать компонент grid box конструктор лендингов для джумла и пришла пора рассмотреть настройки мобильной версии этого grid box то есть как будет выглядеть шаблон в мобильной версии здесь в grid box очень прикольно все устроено рядом с глобальными настройками вы уже обратили внимание есть иконка монитора мы кликаем по ней открывается еще две иконки это иконка планшета то есть если мы кликнем по этой иконке мы будем видеть в реальном времени как наш сайт сейчас выглядит в планшетной версии ну и в мобильный давайте сначала перейдем в мобильную версию очень прикольно выглядит сразу нам показывается макап айфона и как это все выглядит в телефоне да то есть вы уже видите что у нас уже в принципе мобильная версия есть здесь есть такой ползуночек вы можете сразу прокрутить и посмотреть как выглядит сайт в принципе он уже как бы заточен если есть какие-то вот нюансы где текст залазит на картиночку это все придется править в обычной версии у нас здесь запас настроек именно для мобильной версии достаточно скудный то есть мы можем кое-что править хедер верх сайта body это середина сайта футур не сайта да то есть вы видите мы здесь не видим никаких контейнеров мышку навожу то есть я не могу здесь вот так же править как обычную версию до компьютерную то есть здесь немножечко ограничен функционал в плане редактирования возможно в будущем это исправится и добавится какие-то необходимые вещи чтобы мы могли конкретно например мобильную версию что-то подправить то есть давайте посмотрим вот у нас есть меню иконочка меню кликаем здесь я уже размер увеличил изначально у вас пункты меню будут скорее всего маленького размера то есть вы раскрываете пункт вашего меню переходите в хедер то есть это настройки как раз таки для меню layout и у нас здесь есть только цвет соответственно вы просто смотрите вы видим для чего меняется цвета то есть это подложка нашего меню здесь меняется только цвет дальше на меню типография смотрим вы видите у нас меняется цвет пунктов меню вот я поставлю серый смотрите вот размерчик меню если у вас будет мелко вы здесь вот так вот можете легко увеличить то есть это будет работать именно только для мобильной версии меню то что для компьютерной версии меню мы с вами правили но там так и останется ну и вот такое межсрочное расстояние также можно здесь управлять дальше вниз меню типографии мы с вами заходили здесь есть еще такой пункт актив то есть активная кнопка смотрите видно вот какого она цвета да вот я оставлю черный например color этот этот цвет текста на кнопки активного меню отдали и субменю мы с вами еще это не проходили наверное следующем уроке я дам материал субменю этот как бы внутренние пункты меню когда при наведении на какой-то пункт меню всплывает еще под меню но такой на лендингах обычно не делают но я все равно эти уроки дам то есть здесь идут настройка мобильной версии для внутренних пунктов меню ничего сложного нет мы рассмотрели значит хедер body центр сайта здесь типография ну и здесь уже смотрим смотрите параграф как разместить знаете размер вот видите меняется текст в реальном времени до для мобильной версии если слишком мелко увеличиваем но обратите внимание что и другие элементы сразу смещаются вниз то есть это для всего текста то есть для текста нашего подзаголовка это меняется также межстрочное расстояние здесь можно управлять ну и соответственно заголовки также все для мобильной версии размер принципе здесь только можно править h2 то есть и так далее то есть вот все настройки body и соответственно футер низ с сайта у нас также есть только типография параграф и заголовки от 1 до 6 то есть вот они все в принципе настроечки мобильной версии сделали внесли изменения нажали вот здесь на кнопочку сей так я сохранять не буду хотите вернуться например в обычный режим редактирования кликайте еще раз на иконочку мобильной версии кликайте на иконку компьютера перейдем в обычный режим если нужно посмотреть как выглядит в планшете наш сайт мы кликаем на на иконку планшета ну здесь уже как бы из того что размер экрана больше смотрится все намного лучше то есть но сразу видим также макап планшета и как здесь все это смотрится и настроечки здесь абсолютно такие же такой же функционал настроек как и для мобильной версии то есть ничего здесь принципе нового нет все тоже самое настроек меньше соответственно меньше времени потратить на какое-то редактирование в принципе в целом шаблоны уже заточен то есть наш шаблон болванкой вот этого grid box он уже заточен он уже имеет такой код адаптивного дизайна то есть здесь не придется возиться как например если в программе adobe mute в этом плане все хорошо я возвращаюсь компьютерную версию и еще вам кое-что напомню если у вас есть какие-то за заливки с фона видео да не забывайте там добавить картиночку чтобы на мобильной версии отображалась картинка они видео так устроены иначе видео будет проигрываться но будет смотреться не очень красиво вот вы видите у меня внизу есть видео заставочка если я сюда сейчас перейду в настроечки background видео то вот здесь вот bd image я загрузил изображению то я сделал просто скриншот с данного видео от этого костра и что мы видим в планшетной мобильной версии мы не видим здесь видео но мы видим скриншот как раз таки он отображается здесь и если вдруг какой-то элемент плохо смотрится на мобильной версии вы не сможете отредактировать никак то вы всегда должны помнить что у нас есть заветная такая кнопочка в каждом блоке background вот здесь вот есть хайт он мобайл то есть если мы сейчас поставим 10 галочку нажмем сейф этот блок не будет отображаться на мобильных устройствах давайте посмотрим это убедимся работает ли захожу в мобильное устройство прокручиваю вниз и вы видите у нас идут элементы сайта и перед тем как появится хедер у нас здесь был видеофон точнее здесь была картиночка вы видите я отключил весь блок то есть он не работает на мобильной версии то есть вот так вот просто все у нас здесь устроено все для людей сделано очень качественно я возвращаю показ на мобильных устройствах на этом урок закончен если он вам был полезен и он вам понравился ставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые интересные выпуски подписывайтесь пожалуйста на мою группу вконтакте я ее недавно открыл ссылочка будет в описании этого видео там есть интересная тема то есть вы сможете заказать какие-то уроки на темы которые вас интересуют на этом здесь все пока если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe news или сайта на джумле не важно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостинг сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинг тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь